Я рада приветствовать вас в этой студии, на этой конференции с таким прекрасным названием «Волшебные мистерии осени». Два слова и оба волшебные. Прекраснейшие слова «Волшебные мистерии». Поздравляю вас с началом осени, действительно прекрасное время года, очей и очарование, шикарнейшая погода, прекрасные листья деревьев, хоть и не в России, но воспоминания об этом периоде осени действительно прекраснейшие. По традиции, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, десяточки или восьмерочки, если вы прекрасно меня видите и слышите, чтобы не отвлекаться затем на данную тему. Десяточка, прекрасно, благодарю вас, прекрасно, хорошо. Молодцы, благодарю. Итак, мои дорогие, сегодня мы собрались в этой студии и, естественно, каждое собрание, каждое партнерство, каждая встреча, она не случайна. Моё любимое выражение в этом мире, в этой жизни, что кирпич просто так на голову не падает. Каждая встреча, она не случайна. То есть, если вы сегодня собрались в этой студии, если я здесь в этой студии, если все мы здесь сегодня собрались, значит, кому-то это нужно, значит, мы должны что-то усвоить, какой-то новый урок в нашей жизни. Потому что каждый день мы становимся или учителями, или учениками, и каждый день мы учимся друг от друга. Я учусь от вас, а вы учитесь от меня, и так мы идем по кругу. В 2012 году произошел квантовый скачок Вселенной, о котором вы все знаете. В связи с этим произошел квантовый скачок сознания у всех людей на планете. У кого-то этот скачок прошел незаметно, то есть люди просто немножко, может быть, поменяли сознание, да, но с другой стороны, можно было подумать, что ничего не произошло. Для кого-то этот квантовый скачок произошел очень быстро, но они поняли, что что-то произошло. То есть люди как бы перешли в другие параллельные миры. То есть это было понятно. У кого-то изменилась жизнь, у кого-то что-то произошло, поэтому все, в принципе, как-то почувствовали данное влияние скачка Вселенной. В связи с этим люди стали больше обращаться к магам, к колдунам, к ясновидящим, к экстрасенсам. То есть вот интерес повысился, и сейчас действительно можно увидеть много офисов ясновидящих или много школ, да. Люди стараются действительно изучать данные знания. Действительно это интересно, и действительно мы должны знать, так как со стародавних времен люди действительно должны были знать и заниматься ведичеством. Ведичество здесь имеется в виду, люди занимались и травничеством, занимались каким-то целительством, да. То есть каждый в своем роду, в старо-славянских родах обязательно должен знать какие-то законы травничества, целительства, бухгалтерии, уважения рода, уважения своих близких и старших. То есть вы все прекрасно это знаете или из сказок, или из былин, или из каких-то поверьей и из рассказов ваших родственников. То есть это было всегда, и интерес к магии, интерес к жизни Вселенной всегда был, он есть и будет. Что такое магия? Магия это весь мир вокруг нас. Это вся одна магия. То, что мы здесь живем на данный момент, и то, что мы здесь созданы, это тоже раздел магии. Не нужно воспринимать так, что магия это действительно там какие-то духи, колдуны, это какие-то силы астральные, там высший или низший астрал, да. Да, это естественно все включает, но даже тот факт, что мы умираем или рождаемся, заново приходим в этот мир, это тоже магия, это тоже раздел магии. То есть вот это волшебство, это и есть какая-то мистерия, то, чем и каким словом называется сегодня ваша конференция. Это действительно мистерия, волшебство, это действительно прекрасно. Итак, в какой-то момент жизни все вы куда-то ходили, да, в социальной жизни, то есть какие-то клубы, диско, дни рождения, допустим, собрания ваших сослуживцев, да. Вы идете туда наряженные, накрашенные, там с новой сумочкой, например, на новой машине, в новом галстучке, да. То есть все-таки приятные, красивые, все это хорошо, чувствуете себя здорово. И в какой-то момент в разгар вечеринки вы вдруг понимаете, что ваша энергия просто начинает куда-то вытекать сквозь землю. Вы не понимаете, что происходит, но вам становится резко плохо. Без чашки кофе вы уже не сможете дальше сидеть на вечеринке. То есть вам придется или покинуть вечеринку, или, допустим, вызвать врача, или как-то переждать в каком-то уголке незаметной персоны. К сожалению, все это бывает. Вот такие все симптомы – это наличие сглаза. Что такое сглаз? То есть человек, который просто на вас мог посмотреть зло или с очень большой эмоцией. Почему это так происходит? К сожалению, в нашем мире сейчас очень-очень много зависти. Ну, зависть она была всегда, к сожалению, но есть люди, которые действительно обладают такой энергетикой, что могут просто сглазить. Вот что такое именно сглаз? Когда у человека много энергии, да, сглазом обладает человек, у которого большая энергия, энергетическая сила, да, то есть он действительно может легко сглазить, потому что своей силой энергетической он может просто-запросто нанести энергетический удар. Или человек, который в большой эмоциональной страсти, скажем так, или злости, или радости точно так же обладает вот такой энергетической силой. То есть если вы, например, в красивой юбочке с новой сумочкой, такая красивая вся, да, пришли в новом платьице на, допустим, собрание своих сотрудников или подруг, или там мужчина на новой машине вдруг приехал, да, то бывает так, что друзья или сотрудники посмотрели зло и подумали, ну, как вырядилось там, машину новую купил. Вы знаете, вот этот всплеск эмоций, и вот на этом всплеске эмоций, вот эти слова, сказанные в спину, да, они действительно наносят энергетический удар. Они обладают эти слова потрясающей силой. Вот это называется сглазом. То есть вот человек, когда с большой энергетической силой в момент всплеска эмоций что-то выражает, какие-то свои мысли, даже можно не говоря ни слова, то есть это делается ментально или устно, да, то есть в любом случае это происходит сглаз. Сглаз – это действительно энергетический удар. На заставочке вы видите два человека, на левой заставке видите человек, вокруг человека такое энергетическое поле в виде яйца. Он такой светится всеми голубыми, оранжевыми линиями. Это правильное, нормальное эфирное поле вокруг человека в форме яйца, правильная форма. То есть здесь еды, любой экстрасенс, ясновидящий может сказать, что действительно правильное эфирное поле у человека, то есть на нем нет энергетических поражений. А справа вы видите поле надорвано, как бы откусано, надкусано, разорвано. Вот так вот любой экстрасенс или ясновидящий может сказать, что поле у человека неравномерное, то есть на нем есть энергетические поражения. С глаз обычно находится в районе слева или справа, в районе головы, где-то над головой, с любой стороны может быть. Вот как, знаете, как надкус яблока такого. Вот так вот ясновидящие видят с глаз. Но, знаете, пугаться не стоит. В таких обычных случаях, например, если вы действительно на вечеринке, сразу идите в туалет, умотите хотя бы водой, скажите, водичка-сестричка, сними с меня все с глаза, порчи, проклятия, там, можете сказать, безденежья, да, то есть то, что вам не нравится и то, что мешает вашей жизни. Вода обладает действительно уникальной формой, кристаллической, поэтому она забирает весь негатив и уносит с собой в центр земли, вглубь, и затем она очищается. Поэтому вода действительно может смыть многие вещи. Поэтому вот пользуйтесь действительно водой. Если вы уже добрались до дома, то желательно принять душ. Если вот у вас, допустим, проявился с глаз, такие симптомы у него может быть головокружение, тошнота, очень сильная головная боль, просто это резкая головная боль. Вот если у вас эти симптомы, допустим, вы пришли с вечеринки или от начальника, который на вас наорал, не зная за что, или вы где-то ехали и вас кто-то видел из ваших знакомых, вот такие резкие симптомы, тошнота, головная боль или головокружение, это явные признаки сглаза. Поэтому придя домой или в какое-то помещение, желательно принять душ, повторив вот эти слова, водичка и сестричка, с ними с меня все сглазы, порчи, проклятия, безденежи и все, что вы хотели бы сказать водичке. Действительно, это все смоет. Если вы не знаете, есть на вас уже сглаз или нет, очень легкий народный способ проверить это. Вы берете свежее куриное яйцо, ну, тот, кто живет в деревне, это действительно просто. Если же у вас нет свежего куриного яйца с сырынка, то вы можете взять обычное свежее яйцо из холодильника, ничего страшного, оно также точно работает. Берете стакан воды, наливаете половину проточной воды, стакан прозрачный, и выливаете туда яйцо, так, чтобы желток не разорвался. То есть у вас будет плавать желток в воде. Ставите это себе рядом с кроватью, желательно в изголовье кровати, или если у вас нет тумбочки рядышком, да, или стульчика, то хотя бы поставьте данный стакан под свою кровать. Желательно в изголовье, где-то рядом с головой. И когда вы проснетесь утром, вы увидите или на желтке образовались белые нити, то это уже с глаз, да, или вы можете увидеть пузырики, вы можете увидеть вкрапления красной крови, какие-то черные вкрапления, зеленые вкрапления. Вот в таком ракурсе на вас порча, то есть на вас поставлена порча. Естественно, яйцо вылить в унитаз и поставить те же слова, чтобы водичка сняла с вас все вот эти вот неприятные энергопоражения. Ну и стакан, естественно, соответственно, вымыть. Ничего не бойтесь, если это с глаз, он может уйти, вы можете это повторять несколько раз обычным народным способом, да, вот с яйцом. Но кроме с глаза вы таким способом ничего снять не сможете, потому что это действительно все остальные энергопоражения, они достаточно сложны и делаются специально. О чем дальше пойдет речь? Так вот, с глаз вы, допустим, определили, что можно еще сделать? Самое хорошее – сделать физические упражнения. Чем больше вы сделаете физических упражнений, вы пропотеете, и когда вы почувствуете, что у вас начинает течь большой поток энергии, то будьте уверены, что таким образом с глаз вы можете снять. Или заняться просто хорошим сексом, но сексом действительно, чтобы вы занялись этим с удовольствием, и чтобы вас действительно пробил большой поток энергии Земли. Не просто так, да, вот пять минут позанимались, и думаете, что уже все снято. Нет, именно это должен быть действительно хороший секс с хорошим удовольствием. Поэтому, как только вы подключитесь к энергии Земли, к потоку энергии Земли, с глаз сразу снимется. Поэтому вам не нужно ходить в таких случаях, в экстрасенсы, в месновидящем. Вот таким старинным способом можно прекрасно снять себя с глаз. Но только с глаз. Ничего больше вы такими способами снять не сможете, к сожалению. Что нужно делать, если вы действительно работаете с тяжелыми людьми, допустим, у вас очень много зависти в коллективе, или вы знаете, что вы идете, допустим, на работу, и у вас, допустим, есть подруга или сослуживец, товарищ, который действительно очень сильно завидует или ревнует по какой-то причине. В таких случаях вы можете сделать, вокруг вас представляете яйцо, энергетическое яйцо, визуально вы представляете, что вы внутри яйца, и с наружной стороны яйца поставьте зеркало. Все это делается визуально, то есть вы находитесь внутри зеркального яйца. И можете сказать, что все хорошее пусть ко мне приходит, и все плохое идет туда, откуда оно пришло. Это действительно прекрасно работает. Это защита, которой вы можете пользоваться в любой день и час. Желательно такую защиту ставить с утра, но можно ставить и, допустим, как двойную защиту, повторную, в тот момент, когда вы идете, допустим, на какую-то конференцию или выходите в какие-то социальные места, где много народу, и там, где вы знаете, что будут люди, которые вас не очень любят. Это действительно работает прекрасно, и вы можете наслаждаться данной защитой всю вашу жизнь. Вот такие вот у нас действия по поводу сглаза. Поэтому не забывайте обязательно, нужно себя накачивать энергией с земли, и в таких случаях вы никогда не получите сглаз. Следующий вид энергоинформационного поражения, вы слышали, наверное, много раз, это порча. То есть есть какие-то подклады, есть действительно специальные наведенные порчи, которые ставятся, например, на безденежье у человека, на развод, на потерю бизнеса, на потерю карьеры. Что такое порча? Это энергетическая сущность, наделенная определенной программой. Ставят ее специально люди, которые занимаются магией, которые действительно знают доступ и работы с энергиями. Кто знает, поставить это очень просто, действительно, к сожалению. Поэтому многие люди в наше время обращаются к магам, к колдунам, чтобы им помогли, допустим, разорить компаньона, партнера или просто развести семью. Это бывает часто. Вы сами знаете, что в процессе нашей жизни, допустим, какая-то женщина, которая решила завладеть мужчиной, просто просит у колдуна или мага развести семью. В таких вот случаях ставится порча. И у мужчины и у женщины начинаются ни с того, ни с сего, разлады в семье, какие-то проблемы, и человек действительно уходит из семьи. Вот так вот работает порча. Порчу можно поставить на здоровье, то есть зависит от программы, которая была наделена данная энергетическая сущность. Как работает программа на здоровье? Смотрите, даже человек здоровый, как бык, да, говорится, то есть у него прекрасно со здоровьем, все у него было хорошо, карьера, дом, работа, бизнес, семья. И в какой-то момент он просто не может встать с кровати. То есть чтобы пойти на работу, он просто заставляет себя и соскребает себя с кровати. И хотя врачи никаких проблем по здоровью найти не могут. То есть все анализы прекрасны. Человек здоров как бык, как говорится врачи, и все у него хорошо. Но у человека действительно нет сил. Он просто чувствует себя вот безжизненным, без энергии, он еле-еле ходит. И это действительно так работает. Так можно поставить и какую-то смертельную порчу, да, на кладбище ставится. Поэтому действительно порча работает очень быстро, резко. И, к сожалению, если не снять любой вид порчи, порча переходит потом на наших потомков. И в виде данной сущности при перерождении данного человека, когда, допустим, в следующей реинкарнации может проявиться, переходит на потомков. То есть люди, потомки могут начать пить, заниматься, допустим, наркоманией, какими-то виртуальными играми, да, быть привязаны. То есть вот данные порчи действительно переходят на вот все наши неприятные последствия. Затем вот в виде алкоголизма, виртуальных игр, наркомании – это действительно все. Или какое-то блудство, да, то есть вот все, что мы не любим в нашей жизни социальной, да, все это может перейти вот в таком ракурсе на наших потомков или в наши следующие жизни. То есть любое вот такое вот вмешательство в энергетику человека, насильное вмешательство в негативном ракурсе – все это переходит затем на потомков, если это не снимать. Поэтому действительно очень опасно. Действительно, как я уже говорила, порча ставится профессионалами, людьми, которые занимаются энергетическими практиками, кто даже немного знает, как работать с энергией, сделать это просто очень легко. Поэтому я вот призываю вас, даже тот, кто знает, желательно этим не заниматься, потому что каждый человек, ставящий вот такие вот вмешательства, да, в жизнь человека, и не по воле человека произведенные, они вносят в нашу жизнь затем раздоры, проблемы, и ломают жизни многих людей, не только одного человека, но и их предков, к себе, и очень большое количество людей в следующих поколениях. Кроме этого, те люди, которые занимаются этим, они действительно затем расплачиваются по законам Вселенной, потому что законы Вселенной никто не отменял, и так как за одинаково всегда стоят высшие силы, все это записывается в хронике Акаши, каждое наше действие, каждая наша мысль, каждое мановение ручкой, да, или мыслью, все это записывается в хронике Акаши. Поэтому расплаты никто не отменял, ни магам, ни колдунам, ни просто обычным людям. А тот, кто ставит, действительно, люди будут расплачиваться не только магией колдуны, но и заказчики. Поэтому никому не советую этим заниматься. Как можно от этого защититься? Ну, защититься просто так, просто обычному человеку, не зная энергетических практик, или не обращаясь к экстрасенсу, изновидящему к магу-колдуну, невозможно, к сожалению. Поэтому или нужно заниматься энергетическими практиками, тогда ты будешь знать, как защититься и что делать, чтобы не, чтобы данная порча, допустим, не присосалась к вам и не сломала вам дальнейшую жизнь. Это раз, нужно действительно заниматься энергетическими практиками. То есть тогда, когда человек подключается к потокам вселенной, и все это промывается, то есть вот порчи, можно убрать самому, если кто занимается энергией. Можно точно так же делать обереги, именно на отклонение от порчи, то есть это идет как защита. Опять же, обереги делаются сильные, обереги делаются только вот с магами, голднами, сновидящими, то есть людьми, которые действительно являются профессионалами. Это раз. Во-вторых, ну никому не желать зла, это самое главное, потому что бывают такие вопросы, как защититься от врагов. Ну, милые мои, как я уже сказала, например, самая простейшая защита, вот такое вот энергетическое яйцо с внешней стороны в виде зеркала, это раз. А во-вторых, когда вы живете по совести, по любви, по безусловной любви ко всем людям, к миру, ко вселенной, вас никто не может, вам никто ничего не сделает плохого, понимаете, все от вас будет просто отскакивать. Так работает закон вселенной. То есть если вы не желаете никому плохого, то и вам тоже никто ничего сделать не может. Да, есть люди завистливые, есть люди какие-то вредные, это все бывает, но когда вы живете по законам вселенной с безусловной любовью ко всем остальным, то никто вам ничего плохого желать не будет. Ну, по-другому, может быть, могут, да, Люди всегда могут найти, чему позавидовать, к сожалению, но у вас будет все хорошо, действительно, все плохое будет отталкивать, поэтому можно поставить еще специальную защиту, действительно, обратившись к магам, колдунам, к экстрасенсам, к десновидящим, действительно, есть специальные защиты против порчи, есть обереги, ну и действительно, энергопрактики, которые могут снять порчу. Вот такие вот три вида защит, которые я вам могу рассказать и предложить. Часто бывает так, что на работе бывает начальник, босс, который только и ждет, на кого бы поорать. Почему он все время орет, почему он постоянно хочет что-то кинуть, например, в человека, типа папки, да, делопроизводства, или просто вот выжидает какого-то момента, чтобы вот как-то уличить человека, как-то придраться, проорать специально. Почему? Это так называемый вампир. Ему просто самому не хватает энергии, и если он постоянно унижает человека, или постоянно делает какие-то определенные действия, чтобы человек начал себя плохо чувствовать, или застенчиво, или наоборот, начинает высказывать в громком виде все это, то это действительно аналитический вампир, ему просто не хватает энергии, и он специально будет производить какие-то действия, чтобы вы вылили ему энергию и отдали. Как только вы или тоже прокричитесь, или забьетесь куда-то в угол, ваш начальник-вампир будет просто в счастье, и просто пойдет спокойно себе на обед, потому что он уже подпитался вашей очередной порцией энергии, и будет себя прекрасно чувствовать. А то, что вы себя чувствуете высосанным, да, как лимон, это уже его не волнует. Вот такие вот бывают бытовые вампиризмы. Точно так же бытовой вампиризм очень часто встречается в семьях. Каким образом? Ну, например, приходит муж с работы, а жена ему из дверей, вынеси ведро! Или муж приходит, да, с работы у старшего, злой такой, хочет кушать, а, допустим, еще ужин не готов. И вот, кроме того, что нужно было вынести ведро, муж начинает ныть. Так, опять ничего не готово, опять котлеты на ужин, да сколько можно, и опять хлеба нет. Понимаете, то есть человек, когда он приходит с работы, он уже, допустим, пришел высосанный, да, он пришел злой, ему нужно было расслабиться. Но так как он уже возведенный, да, в такой тонус, ему действительно нужно просто прокричаться, или ему самому не хватает энергии, он уже отсосанный энергетически, да, на работе. И поэтому он ищет любой нюанс, допустим, у своего партнера, чтобы его укорить, как-то вот побурчать на него, чтобы партнер ответил. И тогда муж или жена подпитаются просто вот этим всплеском каких-то эмоций негативных. И после этого человек может просто пойти спокойно сесть на диван, на софту телевизора, потому что он уже получил этот всплеск эмоций у партнера, он съел определенный кусок энергии, ему все хорошо, теперь он успокоился. А партнер, который выплеснул вот эти эмоции, теперь уже параллельно начинает чувствовать себя выжатым, как лимон. Вот, к сожалению, так это работает, вампиризм, это обычный энергетический вампиризм. Бывает так, что вы себя хорошо чувствуете, допустим, готовите ужин, и вдруг звонит ваша подруга, ну, которая любит присесть на ухо, как говорится, и вот начинает она все рассказывать, или друг, и все плохо, и муж такой рисикой, и родители вот больные, и дети не слушаются, и босс у меня на работе такой рисикой, в общем, все плохо. И вот этот разговор начинает, она просто не может остановиться, ваша подруга, и разговор затягивается там минимум на 15-20 минут. Хотя у вас много дел, вы не можете этот поток речи просто остановить. И когда данный разговор закончился, вы понимаете, что вы стали уже высосаны, как лимон, просто с вас стянули энергию, потому что вы внимательно слушали вашу подругу или друга, вы отдавали тем самым своим вниманием вот этот кусок энергии, даже по телефону, да, все передается, потому что это работает энергетически, энергию можно передать в любой момент времени, в любое место во Вселенной. Даже не видеть человека это абсолютно не нужно, поэтому вы себя будете чувствовать высосанным, а подруга прекрасно повесит трубочку, и у нее будет все хорошо. То есть она слила вам весь негатив на вас, на ваши уши, да, вы теперь будете это переваривать, не знаю, сколько часов или всю ночь, будете себя плохо чувствовать, а подруга уже, она съела кусок эмоций, она съела себе кусок энергии, она напиталась, и у нее теперь все хорошо. Поэтому жаловаться теперь уже придется вам ей. Вот такие вот виды энергетических вампиров существуют, их достаточно еще много, поэтому просто вот в таких случаях, если вы узнаете кого-то из своих знакомых, как это работает, просто или вешаете трубку, говорите, там у меня молоко убежало, там муж пришел, и все что угодно, лишь бы не слушать такие вещи, или просто пропускайте там мимушей, просто не слушайте таких людей, вы занимаетесь своими делами, или не берите трубку. То есть много вариантов развития событий, просто с такими людьми нужно быть вот аккуратно. Есть люди, которые могут встать, допустим, ваши же сотрудники, встать рядом с вами за вашей спиной и молчать, вот до тех пор, пока вы не взорветесь, там, что тебе надо, что ты над моей спиной стоишь. Это тоже очередной вид вампиризма, человек просто ждет, когда вы взорветесь, а ему как раз и нужен был вот этот всплеск эмоций, этот энергетический кусочек, да, шарик, который вы ему благополучно подарили. Поэтому такие люди, которые вот рядом с вами стоят за спиной, да, они тоже являются вампирами. Ну, в основном люди вампирят не специально, некоторые даже не знают о том, что они являются вампирами, но просто им самим не хватает энергии, поэтому и хотят, делают какие-то определенные действия, которые, где можно подпитаться, вот от кого подпитаться. То есть если у вас больше энергии, чем у кого-то, вы вполне прекрасно можете отдавать энергию другим людям. Вы знаете, что, например, когда вы во всплеске эмоций, что у вас все хорошо, когда вы такой красивый, молодой, допустим, энергичный, вокруг вас часто бывают, собираются люди, которые вот просто хотят подпитаться энергией от вас, как вот от лучика солнца, например, они хотят просто вот пригреться у вашего плеча, погладить вас, обнять, да, вот почему дети, например, бегут к маме, обняли маму, да, на минуту-две приезжали, сказали, мама, я тебя люблю, подпитались энергией у мамочки и убежали обратно, да. То есть дети тоже являются энергетическими вампирами, вот так это все работает. Как защититься от вампиров? Точно так же можете ставить зеркальную защиту, можете просить водичку, если от вас уже отсосали, то есть энергетика воды как-то вас восстановит, как-то вам поможет. Ну а кто работает с энергетическими практиками, они прекрасно знают, как восстанавливаться в любой момент дня и ночи, 24 часа в сутки. То есть есть действительно каналы Вселенной, которые работают прекрасно. Если вы в какой-то момент действительно поняли, что вас уже отсосали так, что вы не можете уже просто встать, вы можете закрыть глаза, и на виртуальном экране, виртуально, вы можете представить свое тело, в каком-то черном или сером ракурсе, да. Вы можете почувствовать, то есть вы можете спросить, задать программу своему подсознанию, покажи, пожалуйста, где у меня энергия находится вокруг моего тела, и подпитывается ли кто от меня энергетически. В таком случае вы сможете увидеть, как такие маленькие пластические трубочки, пластиковые трубочки будут идти от вашего тела. В основном это идет в области центрального солнечного сплетения, может идти в области почек, может идти в области матки, может идти в области груди, со стороны спины. Если вы такие трубочки обнаружили, вот по таким канальчикам подпитываются ваши вампирчики. Что можно сделать? Просто представляете какой-нибудь меч, саблю, большой какой-то кинжал, да, это все виртуально повторяю, да, не в реальности. Вы просто делаете сильный взмах вот этим кинжалом, мечом, да, саблей, и просто отрезаете эти трубочки. Сразу вы почувствуете, что энергетика ваша восстанавливается, и трубочки после отрезания желательно просто сжечь в обе стороны. Через 2 минуты буквально после отрезания вы сразу почувствуете себя лучше, вы поймете, что вы восстанавливаетесь энергетикой, и что все у вас хорошо. То есть работать можно просто спокойно, вот таким образом, не обращаясь к каким-то услугам экстрасенсов или целителей, или магов. Бывает много разных энергоинформационных поражений, к сожалению. Я хочу рассказать, например, еще об одном. Часто бывает, что мальчики, девочки в период ранней своей юности, лет 14, 15, 16, там, до 25 где-то, да, когда еще детские забавы идут, каждому из нас нравится какой-то мальчик или девочка, да, в какой-то период нашей юности или зрелости. И сейчас очень много книг, и вот мальчики, девочки часто бывает покупают эти книги или находят где-то и произносят обычные заговоры или делают определенные облегченные обряды. Но не зная об роду, несусь в воду, вот тоже из этой же области. Почему? Потому что не зная определенных законов магии, можно натворить на свою голову себе же, любимому, очень много зла. Поэтому нужно быть очень аккуратно с магическими книгами, потому что часто при перепечатывании, умышленно или нет, получаются ошибки в таких книгах, и вы можете натворить зла не только себе, но и всем своим близким и настоящим, и потомкам. То есть действительно будьте аккуратны, потому что каждый обряд должен проходить в основном в определенное время, но и обращаться нужно к духам, например, тоже в определенное время суток и знать, как обращаться, потому что можно поступить много чего из низшего астрала, к сожалению. Ну вот, один из распространенных обрядов, которые производят девочки и мальчики, это приворот. Но этим занимаются не только девочки и мальчики, конечно, и более взрослые населения, но есть такой вот обряд на менструальную кровь. Этот обряд очень легко сделать, то есть там несколько капель крови, там стакан с чаем, с кофе, с вином, то есть совсем что угодно можно действительно смешать, и в таких случаях действительно происходит приворот. Но если у человека, совершающего приворот, нет определенной энергетической силы, то приворот в обычной жизни, он может не проявиться. Да, там мальчик, может быть, допустим, как-то подумает об этой девочке, но определенных практических действий предпринимать не будет. То есть можно сказать, что приворот просто так прошел, который никаких результатов не принес. На самом деле, да, на данный момент это так кажется, но вот этот мальчик лет в 25, в 27 начинает получать какие-то проблемы. Каким образом это происходит? Ну, смотрите, например, у мальчика прекрасная семья, прекрасное образование, и все у него хорошо по жизни. То есть мальчик весь упакованный по всем сторонам его жизни. Но вот куда бы он ни пошел, допустим, на работу устраиваться, или у него прекрасная работа, но карьера не идет. То есть вот какие-то припоны в карьере, да, или не может человек жениться нормально, не может найти хорошего спутника жизни. То есть вот очень много всего происходит в жизни. То есть перед человеком на самом деле просто стоит, как стеклянная стена. В обычной жизни ее никто, обычный человек, увидеть не могут. Не все экстрасенсы, не все ясновидящие ее тоже могут увидеть. Но на самом деле перед человеком просто стоит стеклянная стена, которую преодолеть невозможно. То есть человек будет постоянно идти дальше в жизнь и постоянно натыкаться на эту стеклянную стену. То есть он будет идти влево, вправо, там, допустим, может назад отойти, но проломить данную стену невозможно. То есть это нужно действительно убирать приворот и расчищать жизненные дороги. Почему возникла вот эта стена? Потому что в какой-то момент, там, несколько лет назад какая-то девочка сделала приворот. Ну, не обязательно на менструальной крови. Любые энергетические вмешательства вот таким образом могут просто перекрыть человеку жизнь. И не важно, это девочка, мальчик и сколько ему лет. И это все вот переходит действительно на всю жизнь. Если эту стену, если эту стену, эти преграды не убрать, если не расчистить жизненные дороги. Это действительно работает. И часто видишь людей, которые, допустим, лет 35, 40, 45, то есть они не понимают, что происходит, то есть вроде очень умные люди, а вот никак они не могут сдвинуться с мертвой точки. Вот знаете, как шоры на глазах, то есть человек в реальности живет, все понимает, но иногда он просто не понимает каких-то вот вопросов, просто вот как шоры на глазах, вот закрыты какие-то области головы, например, и человек просто не понимает, куда идти. Он просто запутался в жизни. Карьера стоит, допустим, в семейной жизни какие-то проблемы. Вот такие вот действительно вещи происходят, и это нужно обязательно расчищать вот эти жизненные дороги, убирать вот эти стены, убирать какие-то кристаллизации, блоки, которые мы можем принести не только в этой социальной жизни, наработать в нашей жизни, да, но это может и из предыдущих жизней прийти, и может прийти в жизни предков, потому что человек, приходя в эту жизнь, он берет программу рода, он берет программу предков, какие-то кармические, да, определенные родовые программы, он приходит уже с кармой из предыдущих реинкарнаций, и плюс еще нарабатывает карму в этой жизни. Вот представляете, какой-то кусок проблем, которые человек может выносить постоянно, ежедневно в своей жизни. То есть вот это все нарабатывается, все это несется, и это действительно нужно очищать и прорабатывать. К сожалению, вот так вот работает. Поэтому я хочу обратиться к людям, которые тоже могут делать какие-то перевороты, или обращаются к экстрасенсам, к лесновидящим. Часто бывает, я вижу объявления, что белый переворот, допустим, без последствий. Так вот я хочу сказать, любой переворот, неважно, он там черный, белый, с последствиями, без последствий, что там пишут, вот не принимайте так чисто, да, не принимайте все это за золотую монету. Почему? Я объясню. Любой переворот, он делается против воли человека. Так вот первый закон Вселенной гласит, не нарушь воли человека. То есть нарушая волю человека, это как вы его привязываете к себе любыми способами, белыми, зелеными, черными, красными, да, там с последствиями, без последствий, это просто так говорится, что без последствий. В любом случае вы нарушаете волю человека. То есть нарушаете, во-первых, вы, да, то есть вы за это уже отплатите по карме, но и нарушает человек, который это делает. То есть Мак Алдун или там кто, тот, кто вам поможет это сделать, то есть он тоже отплатит. То есть, как я уже говорила раньше, все это записывается в хронике Акаша, все это видно. В любой момент времени во всей Вселенной вся эта информация на нас любимого, она просто занесена вот в книги, в ячейки, и в любой момент времени можно просто просмотреть, когда ты чем занимался, что ты вообще делал, в чем ты был и о чем ты думал. То есть это все, вы знаете, как в зеркале все отражается, как вот ячейки, да, соты, в улье, да, вот это все видно. На каждого человека можно завладеть абсолютно любой информацией, что он ест, что он пьет, чем живет, и чем занимает в любой момент времени. Поэтому все, что мы делаем, это действительно все просвечивается в любой момент времени, в любом куске Вселенной. Это вот так работает. Чем отличается вот черный переворот, допустим, от белого? Ну, черный переворот, понятно, что это делается магами, колдунами, да, те, которые связаны с темными силами. Ну, а что такое белый переворот без последствий, как говорится? Это просто переворот на энергетических центрах. То есть связываются определенные энергетические центры людей между собой. Но, как я уже ранее говорила, в любом случае это нарушение воли человека. Это раз. Во-вторых, такой человек в любом случае, он будет понимать, что все это насильно. Да, рядом с вами он будет себя чувствовать просто прекрасно, он будет вам ножки целовать, массажики делать, пяточек, да, там, спиночки, чего вы там хотите, да. То есть он будет с вами вот как собачка на задних лапках. Ну, не всегда, но бывает. Зависит от мастера, зависит от силы переворота. Во-первых. Во-вторых, переворот в основном, да, можно сделать действительно, то есть маги у нас разных уровней бывают, 4 вида магов существует, 4 уровня. Поэтому все это на разных уровнях делается по-разному. То есть, допустим, чисто на энергетических центрах, там немножко по-другому будет делать, но в любом случае это нарушение воли человека. Чуть ниже уровни, приворот в основном ставится или на год, или на 3, или на 5, то есть в любом случае это и есть какое-то ограничение. Это 2. В-третьих, человек все равно будет знать, что это против воли, то есть отъехав от вас, и, допустим, из этого района, из этого города, допустим, в командировку, человек понимает, что что-то происходит, что он живет не так. Он не может понять точно, что происходит, но он понимает, что все это какое-то происходит насилие. Его души, то есть с вами он жить не хочет, но рядом с вами он делает для вас все, что угодно. Он думает, что вас любит, но на самом деле душа знает, что нет. В таких случаях человек во сне может приходить к вам и просто может начать душить. То есть душа привороженного человека может просто прийти к вам и просто начать вас душить. То есть вы проснетесь от того, что вас не хватает воздуха. Вот так тоже работает. Это вот белые привороты без последствий, как говорится, да. То есть душа человека привороженного, она в любом случае знает, что что-то не так, что все это против ее воли. Это 100%, я вам даю гарантию. Это свои слова, под каждым словом подпишусь. 150 раз. И более. Это вот так вот работает. Далее. Если приворот ставится на более низких уровнях, и включая, допустим, и черную магию, да, и белые привороты, скажем, которые ставятся на несколько лет, то в любом случае человек под привязкой духов, и человек, так как его воля нарушена, начинает пить. Начинает бить вас. Или начинает гулять. То есть вот блудство начинается 100%. То есть те люди, которые особо пить не могут или не хотят, вот они все начинают блудить. Все. Абсолютно мужчины. Поверьте мне на слово. Или самый маленький процент, да, или самое маленькое наказание, что вы можете получить от своего партнера. Я повторяю, от своего партнера, не от Вселенной. Допустим, у каждого человека, у каждого, скажем так, у каждой души есть своя половинка. То есть в этой жизни каждый человек найдет свою половинку в какой-то момент. Всегда. Половинок может быть несколько, опять же, в любой отрезок жизни половинка может меняться. Так вот, отъехав от вас, из вашего района, допустим, в командировку, или на работе, да, или еще где-то, ваш партнер привороженный может встретить свою половинку где угодно. То есть вот эти две половинки, они почувствуют какой-то флюид, они почувствуют всплеск эмоций. И если они начнут говорить и сближаться, то есть они сразу поймут, что мы созданы друг для друга, и мы знаем как будто всю жизнь друг друга. И вот они начнут потихоньку сближаться. Если у человека привороженного хватит силы воли уйти из семьи, он идет. Но если у него не хватит силы воли, то он будет просто мучиться. Его душа будет мучиться, болеть. Точно так же будет мучиться и ваша душа, как человека, сделав свой приворот. Почему? Потому что вы будете понимать, что он вас не любит, что что-то происходит, что у него где-то на стороне есть любовница, там, или подруга, да, товарищ, соратник. Будут мучиться также и ваши дети, если они уже появились в вашем, допустим, союзе. То есть представляете, сколько людей вы подвергаете мучениям и боли в душе. То есть это действительно очень серьезные вещи, очень страшные. Это так кажется просто, я сделаю приворот и все нормально будет. Но, к сожалению, вот работает все это на магическом уровне достаточно сложно и страшно. И мы видим вот такие последствия приворотов каждый день. Может быть человеку в реальности покажется, что вроде бы ничего не произошло, и ну и ладно. А на самом деле действительно все это работает, и могут у человека быть, знаете, как вот узы такие, вот как веревки, как бечевки на ногах, да, то есть вот бывший переворот может работать так. То есть человек, опять же, у него, допустим, не стена стеклянная перед ним стоит, а просто вот связаны ноги. И человек просто не может пойти никуда. У него просто вот бечевки на ногах. То есть он ни влево, ни вправо. Вот вроде по жизни все нормально, а дальше человек не может идти. То есть у него ни карьера не идет, ни семейная жизнь. И вот ему скучно, и человек не знает, куда деть. Вроде бы и цель-то можно поставить в жизни, а он не видит, какую цель поставить, и у него начинается полный развал в голове. То есть человек не видит свою цель в жизни, не видит свое предназначение, не может найти себя в жизни, не может реализовать. И бывает, этим страдают люди уже, которые после 40, это действительно очень печально смотреть, потому что люди просто не знают, куда пойти, куда деваться. Это действительно страшно. Вот так вот работает, допустим, приворот. Здесь вопросик. Галина. Мама, на вид крепкая женщина, резко стали болеть баки в районе почек. Врачи не знают причину. Но я вам могу сразу сказать, почки – это страх. Страх, допустим, одиночества, страх потери денег, страх потери имущества. Это чистый страх. Поэтому как только она простит людей, как только она простит себя, как только она освободится от страха, от панического страха, допустим, остаться одной, остаться без детей, остаться, допустим, еще без чего, или, допустим, уже партнер умер, да, то есть в таких случаях вот этот вот страх просто – это работа с душой. Как только она уберет этот страх, то все у нее восстановится, и почки начнут нормально работать. Но опять же желательно почки тут подлечить, немножко прокачать энергетические потоки в районе почек, и все у нее будет прекрасно и нормально. А так просто избавиться именно от страха. Почки связаны всегда со страхом, поэтому будьте аккуратны. Тут не только, допустим, может быть переохлаждение, но и именно страх. То есть люди, например, которые боятся или когда-то боялись чего-то, допустим, потеря имущества, потеря своего спутника жизни, страх одиночества, боялись остаться одни, да, или женщины, допустим, которые не могут выйти замуж, то таким образом действительно страх копится, почки становятся ледяными, если говорить вот языком экстрасенса, да, то есть они просто холодные, ледяные. И работа почек нормальная, естественно, нарушается. Поэтому, к сожалению, начинают болеть почки, болеть внутренние органы, и дальше вот эта энергия, естественно, так как почки не работают, начинают сдавать другие органы, и получается вот круговорот проблем в организме, то есть здоровье начинает падать, человек начинает болеть по полной, потому что каждый орган, он подпитывается энергией друг от друга. Если какой-то орган не работает нормально, так как, допустим, если у почек нет энергии, то они начинают стягивать энергию по всему организму. Естественно, начинают отдавать энергию почкам, например, те же самые легкие, печень, сердце, и у этих органов точно так же становится нехватка энергии, да, образуется, поэтому человек просто начинает чахнуть на глазах, то есть у него то здесь заколит, то там заколит, то тут болит, энергии нет, естественно, эфирное поле становится на нуле, очень маленькое, да, или вообще на нуле, поэтому действительно начинаются болезни по всем планам, к сожалению. Морозова Юлия, скажите, пожалуйста, вы каким образом снимаете, какую технику? У меня техник очень много, и с каждым я работаю индивидуально, поэтому я работаю чисто энергией, то есть энергией, цветотерапии, ангелотерапии, у меня очень много техник в арсенале, я занимаюсь этим с детства, обучалась многим практикам, естественно, я в восьмом поколении ясновидящей, поэтому работаю этим с детства, поэтому техник очень много, и у каждого действительно это просто индивидуально. Нельзя сказать, что вот с этим человеком я буду работать так, то есть, например, бывает так, что думаешь, что какая-то техника просто, ну, не пригодится когда-то. На самом деле в какой-то момент тебе просто, ты понимаешь, что с этим человеком ты должен работать данной техникой. А во-вторых, когда человек этим занимается, это твое предназначение, то есть у меня предназначение по жизни помогать людям, то техники приходят просто из Вселенной, от Творца, от Ангелов, поэтому тебя просто ведут, и бывают техники просто выходят вот с каким-то определенным человеком, они просто вот приходят сами, понимаете, вот как озарение на экзамене, скажем так, как это сравнить. Вот именно это озарение может прийти во сне, может там перед сном, потому что работаем мы 24 часа в сутки, ну, я про себя говорю, да, поэтому какая техника, когда тебе придет, это просто трудно сказать, потому что все мы ходим под Творцом, и Творец внутри нас, и все мы работаем в энергиях Творца. Какой бы экстрасенс, изновидящий ни был, да, мы все работаем энергиями Творца, поэтому трудно просто сказать, название техник их миллион, честно скажу. Вот, Галина, на здоровье. Проблемы с легкими, с легкими Альфия, это не принятие мировоззрения других людей, не принятие Вселенной, не принятие жизни вокруг, вот именно, да, Альфия, да, извините, ради бога, то есть написано еще английскими буквами, поэтому трудно прочитать, не зная ударения. Прошу прощения. Альфия, поэтому это действительно не принятие вот этих всех мировоззрений, неприятие жизни, окружающей среды, неприятие людей, которые, допустим, поступают тем образом, которые вы просто не приемлете каких-то привычек, каких-то там шагов в жизни человека. Это вот так вот работает. Точно так же проблемы с легкими могут быть, если у вас паразиты в организме. В 90% случаев заболеваний, это проблемы с наличием паразитов и токсинов в организме, это практически 100%. Ну, паразиты есть у 95% населения Вселенной, к сожалению. Паразиты мы будем, мы можем найти паразитов вот где угодно, с грязными руками, в питьевой воде, в немытых овощах, фруктах, воздушно-капельным путем, поэтому это действительно паразитов их миллионы видов, и с каждым нужно отдельно бороться и вытащить их достаточно трудно на самом деле. Альфия, спасибо, неприятие в жизни, было такое неприятие партнера, который был, да, это 100%, поэтому вот, ну, приходите на индивидуальную консультацию, на индивидуальную диагностику, я вам точно расскажу, что и как сделать, как можно восстановиться, проверю вас. У меня есть диагностика, вот, наверное, Елена скинет дальше, или, если не будет сносочки, просто обратитесь к Елене, вы можете всегда меня найти, можно привести диагностику или онлайн, это в скайпе, диагностика идет в течение часа, но иногда я задерживаюсь, то есть понимаю, что у людей очень много вопросов. В течение диагностики я отвечаю на, по энергетической составляющей человека, то есть что происходит в его организме, сколько у него энергии, работают ли у него чакры, что вообще происходит, есть ли обиды, страхи по жизни, да, то есть вот обиды на Бога, допустим, то есть очень много, можно сказать, по энергетической составляющей на диагностике. Затем идет диагностика по здоровью, полностью составляющая здоровье, да, то есть есть какие-то проблемы, естественно, я говорю или говорю, что это нормально или нет, почему так произошло, тоже отвечая на вопрос, но и ответ на любой вопрос, который вы хотите задать относительно себя любимой, относительно партнеров, детей, предназначения любого из них, какие чувства, например, у партнера к вам, стоит ли, допустим, дальше продолжать какие-то отношения, почему так произошло, то есть если это ваш партнер или нет, то есть вот абсолютно любые вопросы по жизни, или, допустим, вы живете в России, то говорите мне, допустим, вопрос, если я уеду в Америку, как у меня служится жизнь, я отвечаю, если я поеду, допустим, в Антарктику, вот так-то у вас будет жизнь, в Америку, например, у вас по-другому служится, то есть можно рассмотреть абсолютно любую ситуацию, потому что зависит от выбора человека, выбор всегда можно поменять, и рассмотреть можно абсолютно любую ситуацию по бизнесу, по личной жизни, по карьере, по всему чему угодно, абсолютно. Альфия, то есть если мы расстались после 7 лет вместе, то мне надо искать партнера, который будет мне нравиться, и тогда проблемы с легкими идут, что-то в этом духе. Нет, если вы не простите своего партнера, 100% эти проблемы останутся у вас на эфирном уровне и на других тонких полях. Это раз. Нужно обязательно простить человека от души, принять те мировоззрения, которыми он жил, это два, в-третьих, посмотреть, что у вас с организмом происходит, и тогда у вас все может наладиться. Не только чтобы вам партнер нравился. Я советую, то есть это нужно так сделать, чтобы найти человека, вы должны любить данного человека, то есть чтобы выйти замуж или жениться, любите своего партнера, обязательно любите. Любовь – это не страсть, это не просто секс, это именно уважение до мозга костей, то есть полное принятие человека, своего партнера по любым образом жизни, по любым стилям, по любым привычкам, то есть полное принятие партнера, понимаете, вот это вот любовь. Посмотрите, допустим, на англичан, которые отдыхают на море или просто даже в Англии ходят по мостовой вечерам, они все в возрасте 70, 75, 60, ну я уже про пожилых говорю, они все идут, гуляют, уважительно друг к другу относятся и все держатся за ручки, вот все англичане. Это просто вот в их культуре. И, допустим, живя в Англии, вы можете посмотреть, как они между собой общаются. Ну не все, конечно, но у тех, кого развита культура, они действительно, ну, во-первых, английский язык достаточно более вежливый, если иметь какое-то культурное образование, да, поэтому они стараются очень мягко друг с другом говорить. То есть даже если муж изменил, но она может его просто тихо, спокойно выгнать. Причем не так, что там с боем, да, просто уйди, пожалуйста, отсюда. Понимаете, то есть я была вот свидетелем таких вот вещей на самом деле, и иногда это потрясает, но это здорово, потому что вот именно не вовлеченность в эмоции, да, в эмоциональный какой-то всплеск, это действительно самое главное, потому что когда мы начинаем вот именно какие-то эмоции переживать, это действительно стресс для своего организма, стресс для своего мозга, поэтому нужно как бы это пережить и отпустить, принять партнера. Да, это сложно, это трудно, это очень трудно и сложно, но пока вы не простите, не примите партнера, ваши проблемы ни на эмоциональном уровне, ни на физическом просто не пройдут. Простить очень сложно, есть определенные практики, да, есть, кроме того, кроме практик, нужно принять, почему он так сделал, то есть постараться встать на место другого человека, почему так. И опять же, во всех отношениях мы виноваты оба, то есть партнеры оба виноваты, не так, что нужно валить вину на одного только, да, допустим, он изменил или еще что-то сделал, но если мужчина изменил женщине, то была, допустим, какая-то причина, почему так произошло. Если мама разрушила ваш брак, то есть там тоже могут быть кармические влияния по роду, да, то есть мама, допустим, очень сильная, властная женщина, то есть тут виноват еще и мужчина, который был, допустим, маменьким сынком. Но начиная эти отношения, вы ведь тоже знали, куда вы идете, в какие отношения вы входите, то есть или нужно было как-то взять его под свое крылышко и постараться снова найти, например, укромное местечко, да, чтобы вы жили только вдвоем, например, да, и вот как-то вот постараться, ну, избежать влияния матери, то есть тут зависит очень много от женщины. Вот в стародавние времена же говорили, что мужчина голова, а женщина шея. Вот как себя женщина поведет в браке, то она и получит. Поэтому действительно шея, вот женщина, она должна уметь научиться мудро поворачивать шею мужчины в тот ракурс, куда ей нужно. То есть ей нужно налево там шубку купить, вот она его должна аккуратно к этому подвести. Или ей нужно куда-то там что-то или что-то сделать, она тоже аккуратно, очень легонечко повернуть эту шею. Вот, ну, вы сами говорите, она такая власть, а он маменькин сынок. Поэтому вот тут нужно было работать несколькими путями. То есть, во-первых, мудростью, это самое важное. То есть нужно было найти подход к маме, найти подход к ее сыночку, и действительно посмотреть, как можно было сохранить данную семью, то есть элегармонизацию между вами, и аккуратно вот просто вот отодвинуть маму на то место, где она должна быть находиться. То есть мама должна быть мудрой тоже, советовать, но, естественно, не влезать в жизнь семьи своего сына. К сожалению, действительно, бывают такие случаи, что, и это часто, что мамы любят так своего сыночка, то есть они просто живут для него. И поэтому всеми силами пытаются и стараются оттащить своего мужа, своего сына от женитьбы, причем от любой идеальной женщины. К сожалению, это тоже существует. Поэтому, мамочки дорогие, будьте аккуратны, не всовывайтесь в жизнь своих детей, своих сыновей, тогда, когда не нужно. Это сложно. Все мы хотим своим детям самого наилучшего будущего, но есть закон кармы, есть закон вселенной, потому что человек, любой человек, не важно, это ваш сын или дочь, они должны сами пройти свою жизнь, сами прожить, понимаете? И каждый из наших детей, он должен сам отработать свою карму, он должен сам встать на ноги, он должен сам пройти тот путь жизненный, который ему предназначен. А если мы будем стараться ограждать его от всех кочечек на дороге, то таким образом ему станет только хуже, потому что, ограждая его сейчас от кочечек на дороге, завтра на него свалится огромный валун, который уже сдвинуть никто не сможет, в том числе и вы. Поэтому нужно аккуратно быть родителями, нужно аккуратно, мудро подводить ребенка в взрослой жизни, советовать, но ни в коем случае не ставить ему палки в колеса и не вставать грудью на амбразуру, то есть нельзя заслонять его от каких-то неприятностей или проблем в жизни. Да, советовать, да, пожалуйста. Так, было невозможно ее забрать, из нее там поповин не перелезли между ними. Ну да, там родовая связь, это модно. А что и будет по закону кармы зарушение брака сыновей? Ну, в следующей жизни она тоже, ну, во-первых, она в этой жизни будет несчастна, может остаться одна спокойно, потому что сын ее тоже как бы особо не простит под конец, будут большие проблемы, могут быть проблемы с сердцем, типа инфаркта. Ну, а в следующей жизни вот она будет тоже такой невесткой, у которой будут забирать просто мужа. То есть мы все обязательно в ситуациях должны прожить какие-то идентичные ситуации. То есть если в этой жизни мы, например, убийца, то в следующей жизни на 100% убьют. Если мы в той жизни кого-то изнасиловали, ограбили, то в этой жизни на 100% или убьют, или изнасилуют, то есть в общем ограбят, это 100%. То есть вот мы все по жизни являемся учениками и учителями, и все мы проходим определенные ипостаси, оно зависит от уровня души. То есть что ты делал в предыдущей жизни, то ты и получишь в этой. Сейчас, так как вселенные, обороты вселенной, они ускорились во много раз, раньше карму свою человек не всегда успевал оплатить, отработать, и вот эта карма переходила на наших потомков, или мы могли отработать ее через 2-3 реинкарнации. Сейчас в основном карму человек отрабатывает уже в этой жизни, и зависит от уровня души, от чистоты души человека. У кого-то карма, она сразу падает, может прямо через 5 минут, у кого-то через день, у кого-то в течение года, у кого-то в течение 10-15 лет. Ну, кто-то там под конец жизни уже отрабатывает. То есть у всех по-разному, но каждый из нас отработает эту карму уже в этой жизни. Если мы что-то не успели в этой жизни, то наши дети, конечно, тоже возьмут эту участь, эстафетную палочку, но и в следующей реинкарнации мы 100% будем тащить эту карму на себе, и неизвестно, как она еще нам вылится. К сожалению, если мы не отработали ее раз, она дается сначала в более облегченном варианте, если мы не поняли свою задачу и не изменили свое сознание, не изменили свой образ мыслей, то в следующий раз нам эта карма ударит уже не гаечным куличом, а действительно огромным валуном, и тащить этот валун придется долго и упорно, и будет очень больно. То есть ситуации будут идентичны, но в более усложненном варианте. То есть что такое карма? Это постоянно повторяющие события, идентичные события. Ну, например, жена, извините, женщина постоянно встречается с алкоголиками, то есть или выходит замуж за алкоголика, или, допустим, выходит замуж за интеллигентного человека, а под конец он все равно становится, через год или через полгода, он все равно становится алкоголиком. Вот это вот своего рода карма, и просто она должна принять это, что вот не то, что ненавидеть алкоголиков, просто нужно принять это, что да, алкоголик, человек не может справиться с собой, или у него сущность. Что такое как бы алкоголизм? Это есть определенные сущности энергетические, которые толкают человека именно употреблять алкоголь. То есть это действительно может передаться породу, может с предыдущих реинкарнаций, и это действительно все работает прекрасно. То есть не всегда человек может справиться с алкоголем, там, с аркономанией, потому что вот эти сущности, они действительно толкают на определенные, к сожалению, действия. Часто бывает, что вот возвращаясь к вашим проблемам, да, например, по маме, бывает так, что мама дорогая, любимая, или там отец просто поклинает своего ребенка, сына, дочь, потому что вот он женился, например, на той девочке, которая вот, ну, совсем ему не подходит, там, допустим, не с того сословия, или там бедная, или еще что-нибудь, ну, все бывает в жизни, то есть можно услышать много выражений разных, языков. Вот такие вот проклятия действительно работают очень быстро, особенно если родитель высказался в момент эмоционального стресса, эмоционального взрыва, и такое проклятие потом будет работать в течение семи поколений. Например, ну, допустим, одно из проклятий, да чтоб там у тебя детей не было никогда, и ты никогда иметь не будешь, и никогда ты не зачнешь, и еще много всего можно сказать, да, то есть мы это можем слышать в любой момент жизни, то есть, допустим, такое проклятие переходит действительно по всей женской линии на семь поколений, то есть это нужно действительно снимать, и если вы видите, что, допустим, в одном поколении мама, допустим, была или не замужем, или родила без мужа, или живет одна, в следующем поколении дочь мучается, такой же проблемой, и еще там дальше идет, то есть это 100% вот такое проклятие, это какое-то энергетическое вмешательство с предыдущих поколений, это тоже нужно убирать. Экзорсенсы, сновидящие, они видят сразу родовую проблему, то есть это сразу видно, в каком поколении это все происходит, там, со стороны мамы, со стороны папы, и в каком поколении, в пятом, десятом, в третьем, в первом, это все видно. Мария, можно ли подкорректировать судьбу рожденных в приворотном браке? Ну, нужно обязательно брак, брак, извините, приворот снять 100%, убрать негативное наслоение, убрать вашу карму, да, почистить ваши жизненные дороги, почистить ваши тонкие тела, да, кармические какие-то наслоения, и все у вас будет нормально. Галина, сообщи, начальнику 100, что 26 сентября пойду на больничный, с его стороны, экономистки столько негатива получилось, даже поташнивать. Да, это просто энергетический, негативный всплеск, который дает образование энергетической сущности с негативом, поэтому вам их хочется вытошнить, да, то есть вот поташнивать вас, потому что вы хотите эту сущность, энергетический вот этот комок, не отрицательный, просто вот убрать из своего организма. Если вы поставите два пальца в рот, то будет намного лучше, или вот завтра вы идете на тренинг, поэтому у вас это все уберется, Галина. Так что вы вовремя задаете этот вопрос. Итак, я хочу вам предложить свои тренинги, которые действительно убирают практически все проблемы, это раз. Во-вторых, в любом своем тренинге я убираю все проблемы человека, включая и родовые, включая и денежные проблемы, идут очень сильные чистки, восстанавливаю всю работу организма, физического нормальную работу, восстанавливаю все энергетические центры, восстанавливаю нормальную работу чака, подключаю к потокам Земли и Вселенной, подключаю к высшим силам, убираю какие-то завалы в денежном потоке, все это убирается, расширяется денежный поток, вы подключаетесь к высшим силам, то есть в любой момент вы можете напрямую с ними работать, записи у вас остаются, вы получаете вашу чистоту эмоций, убираете какие-то блоки, страхи, проблемы, которые были в вашей жизни, то есть вы очищаетесь полностью от кармы, от каких-то наслоений и восстанавливаете нормальную работу организма, нормальную жизнь, открываете все жизненные дороги. У меня есть на данный момент два предложения к вам, первое это тренинг полное восстановление здоровья и жизненных сил организма, первый день, да, то есть полностью громадная чистка, в подарок идет матрица здоровья, то есть владея данной матрицей, вы можете подправлять, корректировать свое здоровье всегда, даже избавиться от хронических заболеваний, или от каких-то тяжелых заболеваний, то есть все это возможно, нет, неизлечемых заболеваний на самом деле. И второй подарок, это вы сможете изменить отношение окружающих вас людей в лучшую сторону. Это работает на коллективном бессознательном, что можно исправить только на коллективном бессознательном, потому что, например, если вы приходите в новый коллектив, какой-то Вася там сказал, что вы тунеядец и лентяй, то как бы вы потом ни старались, на подсознательном уровне люди все равно запомнят эти слова, и они будут косо иногда на вас смотреть, или подсознательно будут знать, что вы их когда-то можете просто подставить. Поэтому отношение уже полностью изменить на лучшее нельзя. Это делается только вот именно на энергетическом уровне. Вот я вам в подарок делаю 2 таких практики. Тренинг стоит достаточно намного дороже, действительно, но только для участников вашей конференции цена держится на минимальном уровне. Тренинг двухдневный, онлайн, только вживую. Вот полное восстановление здоровья будет проходить 25-26 октября. Ну а денежный тренинг – это изобилие Вселенной, полностью подключение к денежным потокам галактики и Вселенной, а также чистка, полностью чистка организма и человека будет проходить завтра и послезавтра. Тренинг изобилия Вселенной. Если вас интересует, обращайтесь, пожалуйста, к Елене, даже если ссылочек не будет, то Елена всегда может меня найти 24 часа в сутки. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, приходите завтра. Тренинг изобилия Вселенной – это открытие полностью всех денежных каналов, чистка и подсоединение к денежным потокам Вселенной, после прохождения которого вы сможете получать деньги просто вот из воздуха. Да, придется работать, потому что будут клиенты, будет работа, но деньги у вас будут, то есть в любой момент они просто так заманчиво, мистерически, скажем так, волшебно будут просто на вас сваливаться. И это здорово и прекрасно. Ну и тренинг из здоровья будет проходить 25-26 октября, поэтому, пожалуйста, приходите все, оба тренинга двухдневные, все они онлайн вживую, я работаю только вживую. Пожалуйста, приглашаю вас всех. Цена просто бросовая, сходить только выпить кофе, и то, наверное, стоит дороже. Так, действительно, цена этих тренингов намного-намного дороже, потому что это действительно потрясающие практики, и в них очень много подарков. Это раз. Ну а диагностика есть онлайн и диагностика по фотографии, поэтому, кого заинтересует, я вас всех приглашаю, дорогие слушатели, буду вас всегда рада увидеть и услышать. А сейчас давайте проведем медитацию. Вот мы немножко почистимся, восстановимся. Сели поудобнее, прямо, спинка прямая, стопы на полу прямо. Представьте, что вы дерево, и из ваших ступней выходят корни громадного дерева, и уходят куда-то вниз, вглубь земли, громадные, тяжелые корни дерева, толстые. И вот они достигают центра земли, и по этим корням начинает подниматься магма, горячая, шипящая, кипящая магма земли. Вот эта волшебная жидкость, которая может наполнить огнем, жизненными силами любой организм во Вселенной. Магма обладает потрясающей энергетикой. Итак, мы поднимаем по корням магму, горящую, пламенную магму. И магма доходит до ваших ступней. Я веду каждого, я вижу каждого. И мы начинаем поднимать магму по щиколоткам. И ступни начинают нагреваться, теплеет. И магма поднимается по коленям. И растворяет соли в коленях, у кого они есть, а у многих из вас есть, я вижу. И дальше магма поднимается вверх по бедрам. Молодцы, молодцы. А теперь в зону промежности. И дальше магма продвигается дальше по всему нашему телу вдоль позвоночника. И вот она уже выходит в центральное солнечное сплетение. И вы ощущаете своим копчиком и ступнями тепло, которое вам дарит магма. И дальше магма поднимается в зону сердца. Молодцы. И вот ваша уже спина потеплела. И дальше она поднимается в горно, в шею. И проходит куда-то вверх и уходит в центр Вселенной. Куда-то далеко-далеко вверх. И мы представляем под собой большую плиту энергии. Под нашими ступнями. Шириной 5-7 метров. И глубиной 5-7 метров. И мы начинаем поднимать данный пласт энергии. Представьте, что данный пласт энергии накачан полностью магмой. Вот этой горящей пламенной магмой. И мы начинаем поднимать через ступни. Вверх. Щиколотки. Ступни уже горячие. И мы дальше поднимаем по коленям вверх. Растворяем соли. Ох, у кого-то солей много. Растворяем. Представляем, что эти соли просто растворяются навсегда в наших коленях. И магма продвигается дальше. Этот пласт энергии поднимается вверх, через бедра, через промежность. И начинаем набирать нашими бедрами всю эту энергию, горячую плазменную энергию, горячую пламенную магму. Мы начинаем впитывать в наши бедра, в область гениталий, в область матки. И мы начинаем растворять всю магму и напитывать, напитываться этой магмой всем организмом. Хорошо. И вот ваша промежность уже потеплела. Молодцы. Кто-то может испытать какое-то удовольствие даже. Но это все нормально. Потому что вы получили энергию. Прекрасно. И мы поднимаем магму вверх по позвоночнику, вдоль позвоночника. И поднимаем центральное солнечное сплетение. Раскройтесь навстречу потокам земли. Расслабьтесь. Расслабьте центральное солнечное сплетение. Расслабьтесь область промежности и гениталий. И накачайте свое центральное солнечное сплетение энергии магмы. Накачиваем. Я каждого веду, я каждому помогаю. Каждого просматриваю. Молодцы. Молодцы. И убираем все обиды, страхи, боли. И мы дальше поднимаем вверх в сторону сердца. И накачиваем магмой область сердца. И открываемся безусловной любви Творца. Убираем блоки, страхи, обиды, горести, переживания, печали. Откроем свое сердце навстречу любви, изобилию и благополучию. Уберем все эти горести, печали, обиды, проблемы. Проблемы будут каждый день. Так откройтесь сердцкой любви, откройтесь любви Творца. И вы почувствуете, какое наслаждение дает нам жизнь каждый день. Даже выпивая чашку кофе утром или просто глядя на солнечный луч. Это же здорово и прекрасно. Молодцы. И поднимаем поток энергии вдоль позвоночника, горла, голова. И энергия уходит куда-то вверх во Вселенную, проходит через голову и уходит куда-то в центр Вселенной. И представляем, что наши волосы это ветви деревьев. И представляем, что данные ветви тянутся вверх далеко-далеко во Вселенную, к Домику Творца. И представляем, что через эти ветви мы начинаем насыщаться солнечной энергией. Энергия Творца. Эта золотистая энергия проходит через ветви деревьев, проходит через все наше тело и насыщает вас солнечной энергией. Насыщает вас золотистой энергией Творца. И вы растворяетесь в этой золотистой энергии Творца, в этой безусловной любви. И вы расслабляете свое сердце. Вы расслабляете все свое тело. Область промежности. Область центрального солнечного сплетения. Область груди. Подставьте свое тело лучиком солнца. И представляем, что над нами, над нашей головой, громадный пласт энергии высотой 5-7 метров, в радиусе 5-7 метров от нашего физического тела. И начинаем потихонечку опускать через макушку данный пласт энергии на наши плечи. Поток тяжелый. Он проходит через все наше тело, вдоль позвоночника, в грудь. Расправим грудь. Откроемся навстречу безусловной любви. Центральное солнечное сплетение. Область гениталий. И поток уходит куда-то вниз в центр земли. И мы делаем глубокий вдох и представляем еще раз громадный пласт энергии над нашей головой. И начинаем опускать потихонечку этот пласт энергии через голову на плечи. Мы пропускаем дальний пласт энергии через все наше тело вдоль позвоночника. Грудь. Центральное солнечное сплетение. Область живота. Зона промежности. И поток уходит куда-то вниз в центр земли. Через ноги. И вспоминаем оба потока земли. Один поток идет откуда-то снизу из центра земли. Он проходит через наши ноги, через все наше тело вдоль позвоночника. И выходит куда-то вверх в центр вселенной. И сверху идет другой поток вселенной. Он проходит через нашу макушку. Средины головы. Он проходит через все наше тело вдоль позвоночника. И выходит через промежность, через ноги, куда-то вниз в центр земли. И представьте себя как бусинка на этих двух потоках, и представьте, что вы насыщаетесь обоими этими потоками, потоками Земли и Вселенной. И вы чувствуете гармонию, радость, любовь Творца, вы чувствуете подключение Вселенной и планеты Земля, вы чувствуете единение со всем человечеством, с Творцом и со всей Вселенной. И представьте, что оба этих потока начинают расширяться вокруг вашего тела, вы начинаете увеличиваться в размерах со всеми этими потоками. И вот уже потоки становятся не только вдоль вашего тела, но они расширились еще на метр, на два, то есть диаметр потоков увеличивается. На метр, на три, на пять, на семь. Представьте, что диаметр энергии обоих потоков 7 метров вокруг вашего тела. Насколько увеличилась мощность потока Вселенной и Земли? Вы чувствуете себя, как воздушный корабль в средине Вселенной, наполненный топливом и идущий своим курсом. Почувствуйте мощь данных потоков, их силу и движение. И представьте, что рядом с собой Солнышко, сзади него Луна. И почувствуйте, что два потока Луны и Солнца начинают объединяться, как в момент солнечного затмения. И оба потока, оба луча Луны и Солнца начинают доходить до вашего тела и потихонечку проникать через вашу макушку, внутрь тела. И вы начинаете наполняться энергией Солнца и Луны. И с каждым вдохом данный поток наполняет каждую клеточку вашего тела. Голову, шею, область груди. Вы наполняете каждую клеточку вашего тела, все межклеточные жидкости в вашем организме. И потихоньку вы начинаете заливаться золотистой энергией Творца, энергией стихий, энергией Солнца и Луны. И вот эти две энергии начинают наполнять вашу левую руку, правую руку. Вы наполняете энергиями каждый пальчик ваших рук. И каждый пальчик ваших рук начинает светиться золотистой энергией. Энергия идет дальше. И вы наполняете центральное солнечное сплетение энергией Солнца и Луны. И вы наполняете центральное солнечное сплетение энергией Солнца и Луны. Энергия Солнца начинает переходить дальше в область бедер. И мы наполняемся этой энергией, наполняем каждую клеточку своего тела, энергией Солнца и Луны. И вот уже область гениталий, область живота, область матки наполняется энергией Творца, энергией Солнца и энергией Луны. Мы наполняем каждую клеточку своего тела энергией Солнца и Луны. Энергия продолжает идти дальше, вниз. И мы наполняем сначала левую ногу. Наполняем каждый пальчик в ногах. Наполняем правую ногу. И также наполняем каждый пальчик в правой ноге золотистой энергией Стихи, золотистой энергией Солнца и Луны. И с каждым вдохом энергии становится все больше и больше. И вы накачиваете каждую клеточку своего тела, каждую молекулу, каждую межклеточную жидкость своего тела. И с каждым вдохом вы становитесь все более светящимся в темноте. Вы наполняетесь светящейся солнечной золотистой энергией. И в какой-то момент эта энергия Солнца начинает переливаться из вашего тела и заполняет все пространство вокруг вашего тела. Вокруг вас распространяется золотой свет. Вы наполняетесь полностью до отказа энергией Солнца и Луны, энергией Творца. Вы чувствуете себя гармонично и радостно. Вы чувствуете, как энергия Творца переливается в вас. И вы наполнены золотистой энергией до отказа. И еще чуть-чуть, и еще делаем сильный вдох, и наполняем область живота и гениталий солнечной энергией, энергии Луны. И еще больше вдох, и еще сильнее наполняемся энергией Солнца и Луны. И еще сильнее. Мы должны до отказа наполниться этими энергиями. Вы должны начать источать золотистую энергию, золотистые лучи из каждой клеточки вашего тела, из всех межмолекулярных жидкостей. Вы должны стать светочем в темноте. И еще сильнее вдох, и еще сильнее наполняем, накачиваем живот и область гениталий, и еще сильнее. Это ваши жизненные структуры. Это ваша жизнь. Это ваша сила жизни. Это ваша энергичность. Это ваша динамичность. Это ваши деньги, отношения, партнерство в любых областях жизни. И еще сильнее накачиваем область попы, там где копчик, накачиваем копчик золотистой энергии Творца, и еще сильнее. И еще сильнее он тоже должен засветиться. Прокачиваем золотистым энергием полностью скелет. Полностью убираем все соли. Убираем какие-то отростки. Вот эти серые накопления. Убираем все, промываем полностью весь позвоночник золотистыми энергиями Творца, и еще сильнее. И накачиваем себя золотистыми энергиями Творца, золотистыми энергиями Солнца и Луны. И еще сильнее я веду каждого. Накачиваем ноги еще сильнее. И с каждым вдохом поток энергии Солнца и Луны становится все более сильным, все более мощным, все более крепким. И накачиваем каждый атом, каждую молекулу вашего тела. И еще сильнее. И еще сильнее энергия начинает выливаться из вашего физического организма. И еще сильнее вдох. И еще сильнее набираем энергию Солнца и Луны. И еще сильнее. Накачиваем, накачиваем область гениталий, промежности, позвоночник. Все кости накачиваем. Абсолютно все кости, весь скелетный остров. Все косточки вашего тела накачиваем. От этого зависит ваш скелетный состав, ваш скелетный остров, ваши соли, ваше отложение солей на костях. Все это зависит. Мы можем изменить цвет костей. Мы можем убрать остеопороз. Накачиваем, накачиваем полностью, сильнее вдох. И еще сильнее мы накачиваем каждую клеточку своего тела. И еще сильнее. Молодцы, вот уже из ступни пошли лучи энергии. Молодцы. Умницы и умнички все. Молодцы, я вижу каждого. Молодцы, молодцы. И еще сильнее подкачайте копчик, скелет, кости, позвоночник. И еще сильнее подкачиваем. На позвоночнике не хватает энергии. И еще сильнее практически у всех. И еще. И еще накачиваем. И еще сильнее. Молодцы. А теперь представили рядом ангела. Белый ангел. Взяли в ладони небольшой кусочек этой золотистой энергии из вашего тела. Сделали из него шарик. Ну как баскетбольный мячик. Вспомнили свое самое заветное желание. И вложили в этот шарик ваше самое заветное желание. Подержали его между ладоней. Сделали его более упругим и горячим. Представили, что ваше желание уже сбылось. Сбылось так, как вы хотите. Оно уже здесь. Оно уже произошло. И отдаем этот шарик энергетический, золотистый, светящийся шарик с вашим желанием, вашему ангелу. И теперь начинаем представлять полностью в нашем, в настоящем времени ваше заветное желание. Что оно уже произошло. Реализовалось в самом лучшем виде. Самым скорейшим способом и в наилучшем виде для вас. Как оно исполнится, оставьте это Вселенной. Вселенная знает лучше, каким способом и как реализовать ваше желание. Это не ваши проблемы. Просто представьте, что ваше желание уже исполнилось. В настоящем времени. Если вы мечтаете о партнере, то вы уже счастливы и вы уже имеете свою семью и деток. Если вы желаете разбогатеть, то представьте, что вы уже владелец своего бизнеса или руководитель какого-то предприятия. Представьте это все в мельчайших подробностях. Просто визуализируйте так, что все уже произошло. Запомните каждую деталь из вашего будущего. Желание уже пришло. Оно уже есть. Здесь и сейчас. И уже сейчас вы счастливы и свободны. И вы живете в богатстве, в любви и изобилии. Не в будущем, а уже сейчас. Представили это очень ярко, точно, подробно. И можно потихоньку возвращаться в состояние здесь и сейчас. Потрясите вашими ручками, ножками. И я жду ваши сообщения в чате. Как у кого что прошло. Если у кого-то заболела голова, напишите. Я подкорректирую. Такое возможно. Или наличие головокружения, или головная боль. Вследствие перегрузки энергетики, перекачки энергии. Так как вы не привыкли к таким мощным потокам энергии, кто не привык. Поэтому действительно может быть какая-то перегрузка по каким-то потокам. Если у кого-то какие-то проблемы сейчас по здоровью возникли, просто напишите мне. И я подкорректирую прямо онлайн. И еще раз я вас приглашаю на свои тренинги. Во-первых, действительно в течение каждого тренинга будет проходить глубочайшая чистка. Первый денежный тренинг будет завтра. Тренинг называется «Изобилие Вселенной», где мы проведем глубочайшие чистки сначала первый день. А второй день, да и в первый день мы уже расчистим денежный канал. Откроем работу всех чакр, восстановим нормальную жизнедеятельность организма. Откроем все потоки энергетические в теле. Прочистим все тела человека. Затем мы подключимся на второй день к денежным потокам галактики и Вселенной и соединимся со своим высшим эго. То есть деньги будут просто на вас падать из воздуха. Да, работать придется, работы будет очень много, но деньги у вас будут приходить откуда-то из воздуха, из Вселенной. Не задавайтесь вопросом откуда, это просто из Вселенной. И задавайте действительно цель, ближайшую цель, которую вы хотели бы получить. Ну, например, купить стереальную машину, получить кольцо в подарок, получить кругосветное путешествие, допустим, в подарок. Но какие-то мечты должны быть реальные. Загадывайте желания, ставьте цели и ставьте конкретные сроки исполнения ваших желаний, чтобы Вселенная знала все точности, все подробности ваших желаний. Так как если мы просто мечтаем, допустим, от принца на белом коне, то откуда же Вселенная знает, какими чертами характера должен владеть ваш принц? Поэтому она и приносит вам непонятно что, зачем и почему. Чебурашку, да? Непонятно кого. Поэтому вы точно должны описывать все свои желания. Я хочу то-то, то-то, то-то в таком-то месте, в такой-то час. То есть обязательно Вселенной нужно указывать точные сроки и визуализировать точные детали вашего желания, чтобы вам уже преподносили готовый продукт. А если вы будете просто так мечтать и где-то там в облаках витать, то и получите непонятно что, серо-буро-малиновое. Это так работает. То есть, пожалуйста, визуализируйте четко, что вы хотите. Ставьте четкие цели. Чем больше целей и желаний у вас будет, тем больше вы получите. Наталья, это здорово, это классно. Нужно было действительно написать, что у вас день рождения. Тогда можно было бы действительно сделать практику на получение подарка Вселенной, в котором я гарантированно делаю подарок от Вселенной. То есть Вселенная вам делает гарантированно подарок в течение суток или в течение двух-трех дней максимум. То есть есть такая практика, которую, допустим, я вчера проводила. Если бы я знала, что у вас день рождения, я бы действительно это сделала. Но в любом случае, как подарок вы прокачались жизненной силой, потоками Вселенной и энергетики. Точно так же ваш ангел отправил ваше желание во Вселенную. И у каждого из вас ваше желание исполнится. Зависит от силы вашей энергетики, от силы вашей мысли и визуализации вашего желания. То есть у всех ваше желание исполнится. У кого-то через день, через неделю, через месяц, у кого-то через пять лет. Но желание обязательно придет. Запомните просто свое желание, и все вы получите. Итак, завтра у нас начинается тренинг двухдневный, 21-22 сентября. Это изобилие Вселенной, где вы подкручитесь к денежным потокам Вселенной и Галактики. Ну а 25-26 октября у вас есть время на решение, на обдуманное решение. Мы проводим двухдневный тренинг онлайн, полное восстановление здоровья и жизненных сил, открытие жизненных дорог, где вы сможете полностью почиститься, восстановить свое здоровье, получить практики на исцеление от хронических заболеваний. Записи остаются у вас во всех случаях. Вы сможете исцелять себя и других данными практиками. Также у вас есть два подарка, которые вы создадите, матрицу здоровья, которую вы можете действительно лечить себя. И также вы сможете изменить отношение окружающих к себе в лучшую сторону, в ту сторону, которую вы хотите. То есть если вы хотите быть королем, и чтобы подданные целовали ваши ноги, то сейчас у вас есть данная возможность данным подарком от меня лично. И второй день тренинга восстановления сил и здоровья – это будет путешествие к хронике Акаши, путешествие к книге жизни, где вы сможете получить ответы на любые вопросы вашей жизни. Вы сможете познакомиться с вашими наставниками, которые есть у каждого, то есть получить ответы от них. Это будет астральное путешествие, достаточно интересно. И вы сможете действительно много узнать, по крайней мере побывать на том свете, там, откуда мы пришли. Это действительно интересно. Но опять же зависит от того, кто-то что-то увидит, кто-то не увидит, кому-то ответят на вопросы. Но я всех предупреждаю, как и что делать, как себя там вести. Поэтому ничего страшного в этом нет. Я за каждым смотрю, каждого веду. Поэтому никаких страхов и проблем не возникает. Поэтому не бойтесь. Я беру ответственность за каждого из вас в таких астральных путешествиях. Поэтому просто держитесь рядом со мной, и все это будет. Опять же, я повторяю, что я веду всех и вижу каждого. Я действительно жду, когда каждый из вас закончит, допустим, разговор с своим наставником или побывает в хрониках Акаши. И все мы вместе встречаемся в определенном месте, и все мы возвращаемся. Я могу провести вас несколькими путями в хронике Акаши. Расскажу вам, как это делается. То есть по истечении данного тренинга вы можете попадать в любое время, дня и ночи, когда вы захотите. Сначала можно под записи, затем вы можете спокойно сами путешествовать, куда вы хотите. Поэтому ответственность на мне за каждого из вас. Не бойтесь, все можно узнать. Это действительно очень интересно. И приглашаю вас на данный тренинг восстановления здоровья и открытия жизненной дороги, а также хроники Акаши. Двухдневный онлайн-тренинг 25 и 26 октября. Так, Алифья. Альфия, сори. Да, у вас просто. Да, Альфия, правильно. Обалденная медитация, спасибо огромное. Только когда шум был два раза, немного был обрыв. Ну, может быть, у нас тут мотоцикл вот рядом ездит, поэтому вполне возможно был шум. Да, прошу прощения за это. Хоть я и в наушниках с микрофоном, но тем не менее это может быть, да. Но все в записи будет, поэтому вы можете еще раз все эти медитации прослушать. И моя энергетика работает и в записи, и онлайн. Но единственное, нюанс в записи, что вы не видите моего лица, и я не отвечаю онлайн. Вот и все. А все остальное, все это работает точно так же 100%. Галина, благодарю, это подарок, есть напряжение в теле. Прекрасно, спасибо огромное, Галина, за прекрасные слова, за то, что написали. Есть напряжение в теле, да, завтра мы все уберем, все уберем это напряжение, так что вот готовьтесь к завтрашнему дню, и все будет у вас прекрасно и хорошо. Альфия, у меня проблема с легкими, были два раза тяжелые болезни. Да, ну я говорю, это действительно нужно прорабатывать данные проблемы. Приходите на диагностику, я посмотрю, расскажу, что и как, зачем и почему в подробном виде с подробными деталями. Поэтому welcome на диагностику. Наталья, голова кружится, но все получилось, благодарю. Да, голова кружится от перекачки энергии, это все пройдет в течение двух часов. Альфия, очень понравилась медитация, всегда, пожалуйста, действительно, медитации можно много провести. И на любую тему, вообще, работаю с любыми проблемами, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Вот диагностика онлайн, диагностика в скайпе, диагностика по фото. Если вы обращаетесь по диагностике по фото, фото должно быть не старше 5 лет, в анфас, без посторонних людей и без темных солнцезащитных очков. То есть, вот такие вот требования. Поэтому, пожалуйста, присылайте, если вы хотите фотографии, будет точно такая же диагностика, отвечая на любые вопросы. Итак, Наталья, с днем рождения, вас счастья, здоровья, любви, благополучия, при исполнении всех мечт и желания, а также изобилие Вселенной. Вселенная вас видит, и подарок вы 100% получите. Альфия, карта мечты для этого подойдет с фотографиями, вырезками журналов и четкими целями. Если вы хотите получить какое-то желание, естественно, да, это все работает по карте Феншуй, да, все это работает прекрасно, то есть вы получите то, что вы хотите. Марина, перегрузили у меня слабые первая, вторая, третья чакры, но это значит центральное солнечное… Ну что значит центральное солнечное сплетение? Ну, по-моему, одно. Ну, центральное солнечное сплетение, конечно, одно, да. Я не понимаю вопрос. Марина. Марина. Да, Марина, вокруг вас очень много темноты, очень много негатива, вам действительно нужно чиститься. Чакры, да, слабые, но вам нужно действительно прочиститься полностью, и после этого ваши чакры восстановятся, и здоровье восстановится, и чернота вот эта вокруг вас, весь негатив уйдет. Вот вам 100% действительно начистку на любой из этих тренингов, которые я рекомендую. То есть если вы хотите получить здоровье, то здоровье в любом случае улучшится после и того, и другого тренинга 100%. Просто по здоровью в тренинге там идет еще плюс матрица здоровья, действительно, и более глубокие чистки, хроника Акаши. В тренинге по деньгам, естественно, там полностью открытие денежных каналов, убирание блокировок, денежных потолков, убирание кристаллизации. То есть полностью расчистка жизненных дорог на все 100%. Поэтому, пожалуйста, приходите на любой из этих тренингов, или что я могу посоветовать, обратитесь на диагностику. Я могу поставить защиту на всю жизнь, которая действительно будет работать, после этого вы станете сильной личностью. Вы полюбите себя, и эта защита будет работать на все 100%. Если вас это интересует, я действительно вам рекомендую, потому что вам это нужно. Вы восстановите свой иммунитет, но и станете сильным человеком, сильной женщиной. И это действительно здорово. Поэтому, если хотите, пожалуйста, приходите, буду вас ждать. Морозова Юлия, здоровиться в хрониках можно будет, самостоятельно не получается. Но в хрониках это банк информации вселенной. Там не оздоравливаются, там просто снимают информацию. Берут информацию о любом событии, о себе любимом, о ком-то другом. То есть там это банк информационный, банк вселенной. Любовь, почему я вся холодная, тогда должно быть наоборот. У вас открылись железы, поэтому идет как пот, можно сказать, как холод. То есть выходит вот страх какой-то из вас. То есть организм причащается, во-первых, у вас сущность есть. Вот это вот сейчас вся уходит, потому что техники, данная техника очень сильная, и потоки энергии очень сильные. Могут уйти некоторые сущности, грязь, негатив, блоки, какие-то страхи. После данной медитации могут просто уйти. Поэтому вот вы холодные, потому что идет восстановление нормальной работы физического организма, но и эфирного тоже. Елена Ермакова, большое спасибо, очень познавательно и здоровительно. Пожалуйста, Елена, спасибо огромное, благодарю вас за отзыв. Приходите на консультацию, на тренинге Welcome. Наталья, спасибо, я вас благодарю. Алифия у меня, Альфия, извините, вот в стране, где я живу, у нас есть газета на греческом языке, Алифия, называется «Правда», в переводе на русский. И вот очень похожее название, если писать латинскими буквами, вот поэтому похоже на ваше имя. Так что прошу прощения, вот я вас постоянно немножко неправильно называю, потому что похожее название. Альфия, тоже много негатива я нашла. До иголки подклад порча на меня, и его мать наводила после этого жизнь, и здоровье разрушилось. Ну, если вы взяли руками, естественно, как бы порча на вас перешла, Альфия. Альфия. Ну да, у вас везде чернота, только одна голова пока еще светлая осталась. Вот до горла у вас все везде чернота, то есть действительно могут быть проблемы со здоровьем, денежный поток заблокирован, первая, вторая, третья чакра, конечно, не работают. Соединений с потоками в земле, земли нет, только с потоком вселенной пока работает. Поэтому действительно, вот вам точно 100% на чистку тоже. Поэтому, пожалуйста, приходите или индивидуально, меня всегда можно найти через Елену. Пожалуйста, обращайтесь, и действительно, вот вам 100% рекомендую на чистки, на тренинги, и желательно это будет индивидуально, чтобы действительно все прочистить идеально, и можно поставить любую защиту на любое время. Поэтому, пожалуйста, Альфия, обращайтесь. Итак, я вас всех благодарю за данный вечер. Мне было очень интересно и приятно с вами пообщаться. Надеюсь, что вечер еще не последний, и мы будем часто на связи. Я благодарю наших организаторов Елену за прекрасное время, за возможность выступить перед вами, за возможность пообщаться с вами. Благодарю вас премного, и буду очень рада вас еще раз увидеть и встретиться с вами. Альфия, спасибо. Я делаю чистки, вы какие чистки делаете. Но если на вас есть негатив до сих пор, то, естественно, ваших чисток, наверное, Альфия, недостаточно, чтобы очиститься от полностью негатива. У меня очень сильные чистки на всех тонких планах. Поэтому не только физические уровни, но и все тонкие планы, включая планы Творца и Бога. Поэтому я приглашаю вас всех. Счастья вам, любви, здоровья, удачи, благополучия, изобилия Вселенной, всех благ, исполнения всех мечт и желаний. Обнимаю вас всех, целую. Спокойной вам ночи, сладких снов и всех-всех благ Вселенной. Благодарю вас всех и организаторов конференции. Спокойной вам ночи, дорогие друзья. До свидания.